Я приветствую всех, кто решил присоединиться ко мне и кто будет делать гимнастику вместе со мной. Оздоровительную гимнастику я решила начать делать заново. Я раньше ее делала. Это рекомендации при остеохондрозе шейного отдела позвонка. Но половину упражнений я сделаю для шейного отдела позвонка, а вторую половину мы сделаем полностью для тела, для суставов, для при остеохондрозе и при остеоартрозе. Я буду делать полное количество раз подходов. Хочу это видео снять для того, чтобы было удобно мне потом и также вам просто включить. И уже первый раз вы будете смотреть, как делать упражнения, а дальше уже будете знать сами, как делать и будем делать синхронизировано. Для шейного отдела упражнения можно делать сидя, можно делать стоя, как вам удобно. Есть даже упражнения, которые можно делать лежа, но я решила выбрать позицию сидя, мне так удобно. Упражнения делать нужно по 5-10 подходов, но так как я только начинаю первый раз сегодня, долгое время я никак не упражнялась, поэтому у меня уже все мышцы застоялись. Поэтому первый день я буду делать, вот этот первый этап я сейчас снимаю, буду делать я минимальное количество раз пока что, для того, чтобы не делать какую-то перегрузку. Ну а второй этап я сниму позже чуть-чуть, там где уже мы будем делать максимальное количество подходов и уже будем делать все это увереннее и смелее. Сейчас пока что будем делать спокойно, не торопясь. Итак, положение сидя. Для первого упражнения руки опущены вниз, смотрим прямо и делаем для начала 5 подходов. Повороты головы вправо-влево. Поворачиваем голову вправо до упора, потом в исходное положение и влево до упора. Исходное положение 2, 3, 4, 5. Следующее упражнение. Также руки опущены вниз, головой поворачиваем вперед, опускаем голову вниз, стараемся по возможности прижать подбородок груди и вернуться в исходное положение. 1, 2, 3, 4, 5. Третье упражнение. Голову отводим назад, но подбородок вперед. Вот так. 2, 3, 4, 5. Стараемся плечи не двигать. Следующее упражнение я немножко поверну, чтобы вам было видно. Положим руку на лоб и будем делать наступательные движения на ладонь, тем самым напрягая шейный позвонок. 10 секунд держим, потом отдыхаем 10 секунд. 10 секунд держим, потом отдыхаем 10 секунд. Нужно сделать 10 подходов, но для начала я сделаю 5. 10 секунд держим, отдыхаем. Четвертый подход. 10 секунд держим, отдыхаем. Пятый, последний подход. Секунды я считаю приблизительно. Отдыхаем. Аналогичное упражнение будет следующее, только мы уже кладем руку на висок и делаем наступательные движения также на руку. Немножечко напрягаем, 10 секунд держим. Отпускаем. Второе раз. 10 секунд держим. Отпускаем. Также сделаю 5 подходов я первоначально, чтобы потом ничего не болело. Четвертый подход. Стараемся, конечно, держаться прямо, не наклоняться. Иногда как получится. Ну и последний подход в эту сторону. Также 10 секунд держим. Отпускаем. Я, может быть, делаю чуть быстрее, чем 10 секунд, но пока так, пока приблизительно. Следующий, на другую сторону, то же самое делаем. 10 секунд держим. Отпускаем. 10 секунд сидим. Я, конечно, все 10 секунд сейчас не держу. Иначе это будет у меня... Видео зависнет. Отпускаем. Так, это уже третий. Я что-то сбилась с счету. 10 секунд держим. Отпускаем. И последний, пятый заход делаем. 10 секунд держим. И отпускаем. Следующее упражнение. Также все сидя на стуле. Руки опущены вниз. Делаем поступательные движения плечами вверх до упора. 10 секунд держим. Все напряглось у нас. Опускаем вниз. 10 секунд расслабляемся. Сделаем глубокий вдох, выдох. Сделаю я 5 упражнений таких. Подняли плечи вверх. Держим 10 секунд. Опускаем плечи вниз. Подняли плечи вверх. Держим. Опускаем. Подняли плечи вверх. Держим. Держим, держим. Опускаем, выдыхаем. Вдох и выдох. Четвертый подход. Подняли плечи вверх. Держим. Опускаем, выдохнули. Уже напрягается. Уже шея чуть-чуть начинает как побаливать. Ручками встряхнули. Еще один подходик сделаем. Для начала хватит. Подняли плечи вверх. Держим. Опускаем. Все. Для начала, я думаю, пока что достаточно. Потом будем увеличивать количество подходов. Ну и на эту область сделаем еще одно упражнение. Между костью затылка и вот где находится мышца, мы ее должны немножко помассировать. В течение трех-четырех минут можно сделать это сразу на двух сторонах. Я это сделаю, чтобы вам было видно, где это находится. Вот здесь вот эта кость. Вот здесь мы массируем. Три-четыре минуты я сейчас массировать не буду. Немножко помассирую. И для начала пока что хватит. Ну я думаю, для начала хватит. Все. Потрясем немножечко. Все это расслабим мышцы. Потрясем. Девочки, еще несколько упражнений мы сделаем стоя. Это нам нужно для плечевых суставов сделать упражнение. Поворачиваем. Отводим плечи назад. В исходное положение. Пять упражнений делаем для начала, потом будем увеличивать до десяти. Сводим лопатки, насколько мы можем. И в исходное положение. На исходном положении выдох. Когда отводим, вдох. Четыре. Пять. Главное не скорость делать, девочки. Медленно нужно все делать. Главное, чтобы мышцы напряглись и расслабились. В общем, самая главная суть этих упражнений. Следующее упражнение. Также мы стоим вертикально, руки внизу. И делаем круговые движения. Сначала вперед. Сначала назад я делаю. Ну, не важно, вперед-назад. Сейчас я назад круговые движения делаю. Теперь вперед я делаю круговые движения. Как будто загребаем плечами что-то. Не забываем дышать. Расслабились. Ну, еще раз поплывем. Поплывем, можно сказать, назад. И вперед. Все, расслабились. Следующее упражнение. Руки в стороны отводим. И в локтях согнули руки. Теперь мы локти сводим вперед. Голову пускаем вниз. Разводим в стороны. Голову вертикально. Два. Вдох на разведении. Выдох на сведении. Вводим. Разводим. И еще один разик. Вводим. Разводим. Все, руки опускаем. Потрясем ручками. Расслабились. И теперь мы можем принять положение горизонтальное. Приняли горизонтальное положение. На выдохе ноги, колени подтягиваем груди. Прижимаем к себе. Опускаем вдох. Можно гуал чуть-чуть приподнять. Если неудобно, можно не приподнять. Приняли горизонтальное положение. Если неудобно, можно ли убрать. для начала хватит дальше мы будем ноги поднимать по одной одну ногу поднимаем притягиваем груди 2 вытянута опускаем теперь правую ногу подтянули груди опускаем левую опускаем правую ногу подтянули груди опускаем левую опускаем не забывайте дышать правую опускаем для начала хватит становимся на коленки на четвереньки и у нас идет выгибание спины выгибаем спину кверху голову опускаем вниз держим несколько секунд и в исходное положение но не прогибаемся вниз 1, 2, исходное положение 3, исходное положение 4, исходное положение еще раз 5, все эти упражнения мы делаем на растягивание позвоночника но в щадящем режиме ложимся на спину коленки согнуты поворачиваем коленки в левую сторону постараемся ложить их на пол а голову тем временем поворачиваем вправо несколько секунд не больше пяти секунд исходное положение теперь другую сторону ноги поворачиваем вправо голову влево исходное положение когда мы поворачиваемся мы выдыхаем на исходном положении вдыхаем повторяем можно досчитать до трех повернулись раз два три три секунды хватит исходное положение пять подходов делаем и еще один раз расслабились ноги вытянули подышим немножко для следующего упражнения нужно под голову положить сложенное полотенчика а под ноги валик валика нету но еще одно полотенчика я просто свернула под коленки положим поочередно поднимаем то правую ногу ту левую и тянем носочек держим несколько секунд опускаем подняли опустили подняли опустили подняли подняли опустили следую следующее упражнение для укрепления мышц живота и спины легли ровно и поочередно прижимаем к полу позвоночник лопатки таз пятки фиксируем несколько секунд на этой на этих точках это упражнение я вам показала просто для для информации но это уже будете делать сам если захотите такое упражнение делать следующее упражнение лежа на спине ладошки под голову ноги согнуты в коленях и постепенно поднимаем голову отрываем лопатки от спола держим несколько секунд и опускаемся расслабляемся выдыхаем на подъеме выдыхаем на подъеме держим несколько секунд вдох ложимся на место три три фиксируем четыре расслабились еще поднимаем расслабились и еще один разочек подняли зафиксировали подержали расслабились следующее упражнение лежим ровно вытянули руки вытянули ноги ноги согнули в коленях и поднимаем таз от пола держим несколько секунд опускаем расслабляемся выдох на расслабление подняли опустив подняли опустив еще два подходя подняли опустив вытянули ноги расслаблись следующее упражнение легли на живот руки растянули в стороны, насколько можно, голову опустили подбородок вниз, поднимаем голову, плечи, фиксируем несколько секунд, опускаем, подняли, опускаем 3, 4, 5, опускаем, лежим на животе, под голову можно положить полотенчик, упираемся подбородком, руки по швам, поднимаем поочередно ноги, держим несколько секунд, опустили, теперь в другую ногу, опустили, правая, опустили, опустили, левая, опустили, подняли, кому тяжело 5 подходов делать, можно сделать меньше, опустили, расслабились, следующее упражнение, ложимся на бок, на левый бок сначала можно лечь, левую руку вытянуть, правой сделаем опор на пол, левая нога согнута в колени, правая прямо и делаем подъемы ноги, подняли, подержали несколько секунд, опустили, подняли, подержали несколько секунд, опустили, 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 4, я сейчас стараюсь сделать упражнение побыстрее, чтобы видео сильно не затягивать, 5, опустили, перевернемся на другую сторону и повторим то же самое с другой стороны, подняли, опустили, подняли, опустили, подняли, подержим немножечко, опустили, и еще один разочек, подняли, мышцы работают, мышцы напряжены, опустили, хватит. Следующее упражнение, ложимся на живот, вытягиваем руки вперед, ноги вытянуты у нас, и мы поочередно поднимаем правую ногу с левой рукой, потом расслабляемся и наоборот. Поднимаем правую ногу, левую руку подняли, подержали, зафиксировали, несколько секунд, держим, опустили, правую руку, левую ногу подняли, держим, несколько секунд, опустили, правая нога, левая рука, подняли, держим, достаточно тяжелое упражнение, я думаю, можно сделать три подхода для начала. Правая рука, левая нога, держим, опустили, еще разочек, правая нога, левая рука, держим, опустили, можно чуть-чуть расслабиться. Следующее упражнение, встали на четвереньки, зафиксировали, упор руками и поднимаем поочередно ногу, правую подняли, зафиксировали, держим, несколько секунд. В исходное положение, теперь левую ногу подняли, держим, несколько секунд. В исходное положение, 5 секунд можно держать, правую подняли, опустили, левую подняли, опустили, еще два подхода сделаем. Ну а теперь сложное упражнение идет, самое сложное, которое может быть не всем удастся сделать, но мне иногда удается его сделать. С ногами делаем то же самое, только мы туда подключаем еще руки и рука идет у нас противоположная. Если мы поднимаем левую ногу, то нужно вытянуть правую руку вперед. Несколько секунд, сколько можете, держим, опустили. Правая нога, левая рука. Держим несколько секунд, опустили. Ну и еще два подхода сделаем. Правая рука, левая нога. Оп, я заваливаюсь, бывает. Опустили. Правая нога, левая рука. Опустили. Правая рука, левая нога. Равновесие имеется, появилась. Левая рука, правая нога. Опустили. Для начала хватит. Ну и последнее упражнение. Приседаем на ягодицы и вытягиваем руки вперед, наклоняемся вперед. Сделаем так несколько раз. Исходное положение. И дышим. Выдыхаем. Садимся, выдыхаем. Стоем, вдыхаем. Еще разочек делаем. Садимся, выдыхаем. Стоем, вдыхаем. Ну что, девочки. Мы можем похлопать себе. Мы все сделали. Если кто-то хочет, можно еще походить ножками. Немножечко по полу, по кругу. Ну, для начала, я думаю, пока не нужно слишком усердствовать, потому что потом будут мышцы все болеть. И я думаю, что это упражнение, вот эти упражнения, которые мы сегодня сделали, я думаю, что можно их повторить еще, ну, может быть, на протяжении нескольких дней, неделю. А потом мы уже приступим к следующему этапу. Будем делать больше подходов. И я буду уже меньше говорить. Делать все это быстрее, больше подходов делать. Ну, возможно, я сниму. Может быть, не сниму. Я посмотрю. Но если появятся у меня какие-то новые упражнения, что-нибудь интересное другое. Хотя вы можете любые упражнения, которые вам нравятся, найти в интернете. И, в общем-то, делать их самостоятельно дома. Самое главное, чтобы что-то нужно делать. Нам нужно сжигать лишние калории, если кто-то решил похудеть. У кого болит позвоночник, суставы, остеохондроз, остеоартроз. То вот эти упражнения, это нужно делать, потому что это рекомендация врача. Девочки, я делаю по рекомендации врача. Она мне давала такую брошюрку и сказала, надо делать, чтобы ничего не болело. Укреплять мышцы и суставы. Ну вот и все. На этом я хочу видео свое закончить. Кто был со мной, очень приятно. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайк, чтобы не потерять это видео. И до новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok